Памятник Аркадия Спустя полтора года на месте пепелища уже возведена новая церковь, а вдохновленные рабочие продолжают реконструкцию внутри храма. Показали, они лежат в мастерской и пласту, и в ближайшем будущем их отправим в Москву, и там будут писать художники, иконы, настоящие, которые будут висеть здесь, украшать наш храм. Сейчас здесь ничего не напоминает о трагических событиях прошлого. От старинного храма здесь остались только воспоминания, однако несколько вещей от огня в ту ночь все-таки удалось спасти. После страшного пожара уцелела всего одна икона, которая сейчас находится в местном музее, и всего три колокола, которые местные жители, не боясь за свою жизнь, выносили прямо из пожара. Одним из таких героев был Радик Ахмедшин. Человек другой веры, не задумываясь, вбежал в горящее здание и вынес колокола. Удалось спасти только то, что находилось в пристрое. Вход в зал храма был полностью охвачен огнем. Сам Радик героем себя не считает и скромно принимает слова благодарности от местных прихожан. И батюшку говорил, и так вот, что прихожане-то ходят, да, вот, Радик, спасибо, ходят, трикол. Ну, все равно, они до сих пор же помнят, что это трикол, так и будут о них помнить об этом. Бог-то один, я считаю так. Аллах, Бог, он же все равно один. Тогда в огонь бросились лишь единицы, самые смелые. А вот помочь очистить место от пепелища и разрухи пришли чуть ли не всем селом. Каждый считал своим долгом помочь убрать и построить заново. У кого техника была такая, ну, грузовые автомашины, трактора, они выделяли свою технику на своем керосине, на своем бензине. С бензопилами у кого приходили, эти бревны были, которые не изгоревшиеся. Их перепиливали, грузили на машину, увозили вот туда, на гору. Но оно восстанавливается. Но оно уже восстановится не таким, каким он был. Он же не будет уже таким. Это же будет как искусство правильное. С одной стороны, все правильно. Но в то же время она должна и служить, она и должна приносить какую-то пользу. Здорово, важно для села. Храм как же? Храм – это жизнь села. А вот вы долго ждали? Полтора года все-таки шло строительство. Будете приходить? Приходим, а мы служим. У нас там маленький храмик есть, и мы в нем служим. Несомненно, старинный храм стал большой потерей в культурном наследии. Однако историю мы пишем сами. И пусть сгорело здание, но не сгорела память, которая будет храниться в сердцах местных жителей, историков и краеведов. А восстановленную церковь сельчане теперь обещают беречь еще больше. Восстановленный храм уже пишет свою новую историю. Осталось дождаться только когда же. Здесь вновь раздастся звон колоколов. Кристина Жакот, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.